Когда журналист телекомпания Татьяна Брылова впервые приехала к ветерану Великой Отечественной войны Василию Ивановичу Иванову, то и думать не думала, что зачастит с визитами. История о том, как видновчанин написал о своей жизни книгу, должна была продолжиться. Потому что, несмотря на 90-летний возраст, у вновь состоявшегося писателя были творческие планы. Но не было компьютера. Писать от руки, разменяв десятый десяток, не то чтобы трудно, просто не соответствует времени. Пап, попробуй что-нибудь напечатать. Да? Попробуй. Да. Давай-ка, двигаем, двигаемся. Так. Пиши просто книга номер два. Изменения произошли благодаря предпринимателю-земляку. Сегодня Иванов пишет продолжение своего берега реки Сормова. Глаза горят, полон сил. Но не стоит думать, что видное ТВ способно что-то изменить только в видном. И за давним примером ходить не стоит. Этой осенью команда телекомпании в расширенном составе отправилась на телефестиваль в Сергеев-Посад. Согласно условиям конкурса, на суде жюри следовало представить материал, снятый на месте. Журналисты зашли чуть ли не в первый попавшийся дом. Мы начинаем снимать, начинаем с ними общаться, и оказывается, что у людей нет 8 лет, нету горячей воды. Мы за это зацепились, мы начали общаться, люди нас пускали все. И не зря пускали, как выяснилось. Во-первых, сюжет нашей Юлии Погосян победил в конкурсе Братина. Во-вторых, жизнь Сергеев-Посадцев благодаря этой победе изменится в самое ближайшее время. Когда я в фейсбуке прочитала эту информацию, что депутаты выделили 35 миллионов рублей на решение этой проблемы, в моей радости, наверное, искреннего сопереживания этим людям не было границ. Да, подобные истории очень вдохновляют, и они далеко не редкость. Но есть в будних телевизионщиков и такие моменты, которые, кажется, компенсируют все издержки профессии. Елена Бабина, директор телекомпании, автор и ведущая программы «Спроси свое сердце». Я не могу вспомнить имени кого-то из ребят, которых я снимала, но их глаза я помню. У меня было много передач, посвященных этим ребятишкам, и я помню глаза каждого. Вот мне сейчас скажи, а я продолжу, вот этот кашу не ест, а вот этот вот, у него такая-то проблема, а этого любит весь детский дом, он там со всеми делится игрушками, ты помнишь о них. Елена снимает видео паспорта о детях-отказняках. Мы не можем сегодня сказать, кто именно из ребят попал в семью. Это тонкости тайны усыновления. Но мы точно знаем, что есть такие молши. Начальника управления опеки и попечительства по Ленинскому району, Светлану Гнедову мы встретили в историко-культурном центре на репетиции дня рождения клуба замещающих семей. Перспективы детей дома-ребенка, они, конечно, более-таки благожелательные, потому что часто у нас забирают. Вот у нас в год устраиваются из нашего дома-ребенка порядка 20-25 детей. И, конечно, вот эти видеоролики, которые мы снимаем совместно, редакторы и корреспонденты, они освещают также и сотрудники дома-ребенка, состояние здоровья детей, что они умеют эти дети делать. И, конечно, это находит отклик наших телезрителей. Отклик у телезрителей. Любой телевизионщик ждет его сильнее, чем сводки рейтингов канала. Отклик – это значит, что нас смотрят. И нам есть зачем работать дальше. Мы всегда рады любому мнению. И вы всегда можете поделиться мнением с нами, ибо будете услышаны. Татьяна Кременецкая, Евгений Петров, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.